МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все о достижениях в области отечественной медицины смотрите на телеканале Хабар 24. Здравствуйте! Понятие урология зародилось в глубокой древности. О нем упоминалось еще в трудах Гиппократа. О том, как развивается это направление медицины, мы попытались выяснить сегодня. В Акмолинской областной больнице номер 2 урологическое отделение открылось 2,5 года назад. Здесь оказывают практически весь спектр по лечению урологических заболеваний. По словам врачей, чаще всего это мочекаменная болезнь. На сегодняшний день здесь широко используют современные технологии. Большинство операций проводятся малоинвазивным методом, то есть без разреза, от 15 до 2 часов, в зависимости от сложности диагноза. Чаще всего сюда обращаются пациенты в среднем возрасте. Все зависит от диагностики, конечно же, сейчас в первую очередь. Сейчас, вот почему на Западе у среднего пожилого возраста пациентов конкрементами, то есть камни в мочеводелинных путях практически не обнаруживаются, потому что они все обнаруживаются на раннем диагностическом этапе. То есть нужно регулярно проходить обследование. И еще одно урологическое заболевание – простатит. По словам врачей, чаще всего его диагностируют у мужчин от 25 лет. Основной возбудитель – внутренняя скрытая инфекция. Если вовремя не обследоваться и не лечить, это заболевание может привести к бесплодию. И на сегодняшний день этот вопрос остро стоит во всем мире. Врачи рекомендуют молодым людям проходить своевременно скрининг-обследование. Казахстан все равно сейчас пациенты не настолько открытые для докторов. То есть не каждый пациент готов рассказать всю подноготную, грубо говоря, все свои индивидуальные, все свои скрытые симптомы, которые его действительно очень долго беспокоят. И за счет этого всегда лечение, диагностика, оно страдает. Все виды хронических заболеваний, простаты связанные, они со временем, с возрастом, это закономерно, практически каждый второй страдает так называемое явление аденомой простаты. Марат Ахмеров поступил в областную больницу с диагнозом аденома предстательной железы. Свои 82 года в поликлиниках бывало редко. Здесь же врачи приняли решение оперировать. Комиссия прошла, направление прошло, завтра будут операцию делать, безразрезные, говорят. Ну и слава богу. Это будет эндоскопическая, безразрезов, через манчисплостный канал, резекция биполярная резекция подсоединительной железы. Жалобы у него были на учащенное малообъемное мочеиспускание и ощущение неполного поражения мочевого пузыря. Чтобы не доводить до оперативного вмешательства, мужчинам старше 45 лет также необходимо своевременно проходить обследование. Аденома простаты опасна тем, что впоследствии это может привести к злокачественным образованиям. На сегодняшний день методов диагностики и лечения множество. Так, в лечении простатита широко используется физио, а также ударно-волновая терапия. По словам врачей, это новая высокоэффективная технология. В простате, как в любом железистом органе, появляется застой. Этот застой может со временем превращаться в этих абсцинусах. Внутри может быть тенденция образования микроконкрементов, то есть микрокамней, солей, песка и так далее. Вот ударно-волновая терапия как раз таки направлена на фрагментацию этих мелких фрагментов, тем самым размягчение тканей простаты и создание дополнительного ангионного генеза, то есть дополнительного сосудистого питания в простату. Хочется сказать одно. Нужно не стоять на месте, нужно стремиться расти и делать. Сейчас урологическая служба у нас в Казахстане, она развивается, растет. И чтобы не отстать от этой общей тенденции, конечно же, нужно быть всегда в курсе всех новых технологий. Как оказывать первую помощь новорожденным? Казахстанских неонатологов обучают турецкие специалисты. Роботы-младенцы, врачи-неонатологи, бурные обсуждения. Все это в рамках международного обучающего мастер-класса. Турецкие профессоры обучают наших врачей, как оказывать реанимационную помощь в первые минуты жизни. Чаще всего летальные исходы происходят из-за асфиксии. Чтобы предотвратить это явление, мы и проводим подобное обучение специалистов. В нашей стране это помогло снизить уровень младенческой смертности. По словам профессора из Турции, самые ответственные первые три минуты жизни ребенка. Очень важно провести ряд манипуляций своевременно, секунда в секунду. Первую минуту – это значит оценить его, нуждается ли он в реанимации. То есть из этой массы выделить тех детей, которым нужна эта помощь, и неотлагаемо ее оказать. Внедрение в практику современных подходов оказания первичной реанимационной помощи новорожденным направлено на снижение их смертности и минимизацию инвалидности недоношенных детей. К слову, в нашей стране за последние годы удалось снизить младенческую смертность в три раза. Нет ничего прекраснее, чем дать новорожденное дитя в руки матери. По окончанию мастер-класса планируется подписать меморандум о создании учебного центра на базе Акмолинской областной больницы номер 2. Мы продолжаем говорить об обязательном медицинском страховании. О чем должны знать все казахстанцы? Система обязательного медицинского страхования начнет работать в июле этого года, когда взносы в фонд страхования начнут производить работодатели и самозанятое население. Это индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие. С 2018 года неактивное население начнет производить взносы фонд в размере 5% от минимальной заработной платы. В проект закона также вносятся изменения, понятие вводится так называемое неактивное население. То есть это те самозанятые, которые занимаются каким-то определенным делом, но не вносят вклад в экономику, соответственно, не платят налоги. И для того, чтобы данные лица являлись застрахованными в системе ОСМС, введено понятие «неактивное население», которые не знают свой статус, не относятся к той или иной категории. То есть если не относятся к категории, за которую платит государство, или ты не являешься индивидуальным предпринимателем и, соответственно, не платишь налоги, тогда нужно, вот, являешься неактивным населением, надо или определить свой статус, да, вот, если ты идешь и становишься безработным, то регистрируешься в соответствующем, вот, порядке, тогда за тебя отчисление проводит государство. Если же ты являешься индивидуальным предпринимателем, соответственно, платит индивидуальный предприниматель сам за себя, да, вот. И следующая категория, вот, вот, неактивное население. Поэтому очень важно, вот, населению определиться со своим статусом в системе ОСМС. В нашей программе вы найдете ответы на все интересующие вас вопросы. Обращайтесь к нам, пишите на наш адрес и смотрите программу «Медицина» на телеканале Хабар-24. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok